Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет, нахожусь сейчас в Шарм-эль-Шейхе На отдыхе со своей семьей в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды И в этом видео я подготовил для вас обзор пляжа отеля Этим пляжем пользуются два отеля, четверка и пятерка Сети Альбатрос Так что подписывайтесь на канал и погнали! И в этом видео вас ждет обзор питания и фудкорта на данном пляже А также вы узнаете всю важную и полезную информацию Если вы собираетесь на отдых в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды И отеле Альбатрос Аквапарк 5 звезд Итак, время работы этого места с 10 часов утра до 17 часов вечера Но только в виде бара Естественно, тут вы можете выпить алкогольных и безалкогольных напитков Из алкогольных стандартно пиво, ну и типа крепкие местные алкогольные напитки Сыпь безалкогольных, естественно, пепси и другие подобные напитки Ну а также водичка и самостоятельно можете сделать чай или кофе И, кстати, если в отелях будет достаточно высокая заполняемость То на баре будет постоянно присутствовать очередь По крайней мере, у нас было это на протяжении всего отдыха При условии, что отель Альбатрос Акваблю 4 звезды был загружен примерно на 80-90% А Альбатрос Аквапарк 5 звезд примерно на 20-30% был по загрузке Ну и время обеда начинается в 12 часов 30 минут и заканчивается в 15.00 Как вы видите на своих экранах, для такого меню, я думаю, этого с головой достаточно Ну и давайте тогда пройдемся по меню Значит, на протяжении всего времени, когда мы тут брали себе покушать Меню практически никогда не менялось Всегда были булочки для хот-догов, либо гамбургеров Были макароны и картошка фри Из мясного, как вы видите, были либо наггетсы и жареное мясо, типа для гамбургеров Или сосиски вместо наггетсов То есть вот то, что я видел, всегда было в таком вот виде И естественно, всегда в наличии были овощи Это морковка, капуста, огурчики, помидорчики и маринованные овощи Из фруктов я попадал только на мандарины Но, как правило, фрукты очень быстро всегда заканчивались И из того, что я замечал, они особо не пополнялись Но вот еда была практически на протяжении всего времени обеда В общем, вот такое разнообразие меню, друзья, во время обеда на пляже Лично мне и моей семье этого было с головой Достаточно для того, чтобы мы могли просто покушать на пляже И не возвращаться в отель В принципе, в отель мы обедать ездили буквально пару раз И то для того, чтобы снять для вас обзор обеда Следующий момент, друзья, это если вы захотите посидеть и покушать за столом на этом фудкорте Так вот, нужно вам понимать такой вот нюанс О том, что этих столов, ну, в количестве их буквально там до 15 штук На этот весь пляж это очень мало Ну, просто ни о чем И эти столики, как правило, все время во время нашего отдыха в этом отеле были заняты Дальше Кроме питания и напитков Тут всегда можно было бесплатно покушать мороженое Значит, всегда в наличии было, как правило, оранжевое, розовое и коричневое Оранжевое это со вкусом манго Розовое со вкусом, по-моему, клубники И коричневое, естественно, со вкусом шоколада Иногда за мороженым была очередь А иногда мороженое нужно было набирать себе самостоятельно В общем, для обычного all-inclusive вполне нормальное и вкусное мороженое Кстати, покушать мороженое на пляже можно было только в определенное время С 12.30 до 14.30 На этом все, друзья Если у вас остались какие-то вопросы То обязательно пишите их в комментариях под этим видео Либо пишите ваши отзывы по этому фудкорту и по этому пляжу Я обязательно их почитаю Не забывайте заглядывать в описание к этому видео Потому что там я оставлю для вас полезную информацию Ну и не забывайте подписываться на канал Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих обзорах Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok